Чего не знаю, видно будет, нет? Да, да, видно. Да, 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 сейчас я еще подключу. Где-то, где-то надо. Во! Сразу видно. Мы только что вернулись. Долго ездили в краевая больница. Нашей сестре Анастасии операцию делать. В прошлом году ей вырезали желудок полностью, онкология. А я не расслышал в другую больницу. Да в три больницы попал пока. Умотался, едва до дома добрался. Ребенок звонит сейчас. Да, Поленька. Ну вот, слава богу, зашел. Давай, беги домой. Поленька, давай беги домой. Я как раз их на тем тихо, чем разговариваю. Давай. Со школы идет. Меня слышно, да, хорошо? Да, хорошо слышно. Да как Анастасия, вырезали ей, я так поняла, желудок. В прошлом году еще это сделали-то. У нее там пищеварение не идет, да? Да, у нее совсем нет желудка. И сейчас что-то опять какое-то там что-то не так, и делать завтра операции будет. Ну и я рвался туда. Записать ее, наказ детям дать. То есть очень серьезно, и она может не выйти даже оттуда. Ну и побыли там. А я в три больницы не расслышал. В одну, да ладно, дорогой позвонил. Близко знакомый, он сразу приехал на машине, меня туда отвез. И там. Онкология отдельная. Вторая больница по онкологии. Больных много. И отдельная поликлиника. Уехали не туда. Опять ехать надо. Там мотался-мотался седьмой этаж. Надел такие сапоги, мне подарили офицеры. Как железные. Кот в сапогах. Прямо едва до дому добрался. А еду-то пешком везде. Ну туда свозили, а там меня и бросили. Ну слава Богу. Главное, пришел. Сейчас очень много онкологии, да. У меня тоже. Это везде почти так. На каждом шагу вообще. Писали врач, что это очень известное, по сердечным заболеваниям. Он и умер от сердечных заболеваний. Врач себя как излечит? Врач-чистелист, сам Христос говорил. Ну побыли хорошо, я заснял. Я сегодня поставлю ролик, посмотрите, как она дает наказы. Да главное еще, дорогой там пришлось ожидать и показать город, как маленько там снимал-то. И как-то не выключил его. И дорогой сколько ездили, а камера работала. Надо снимать, она у меня почти батарейка-то села. Аккумулятор-то, ну, коллега. Сам себя так-то долбил. Ну, так главное. Главное, что вернулись. Все, слава Богу. Я тут занимаюсь же вопросом о поездке. Да. Разрешение надо отца на вывез ребенка за границу. Говорят, что сейчас очень сильно этим занимаются делом. Я заходила к юристу, сказали, что надо к нотариусу. Но последний раз, когда я ему звонила, там вообще ни ответа, ни привет, а телефон отключен. Где он сейчас, я не знаю. Молюсь, Господи, чтобы все получилось. Больше у меня вопрос к родителям сегодня в гости ходила. Ну, там тоже решала вопросы и рядышком была возле них. Ой, как они на меня взъели за то, что я ребенку сняла сережки. А мы же после с вами, как поговорили, помните, за сережки? Ну, и все, мы с Полиной этот вопрос обсудили. Она спокойна, она бегом сняла. Я ей даже ничего не говорила. Я просто ей объяснила, почему это, ну, почему я сняла, почему вы так сказали. Она сняла вообще без вопросов. Пришла к бабушке и там началось. А вот мама твоя, она все в жизни перепробовала, теперь она от тебя хочет сделать там чуть ли... Ну, в общем, ужас. Я говорю, Полина, как ты к этим словам отнеслась? Ты понимаешь, что нам надо с этим, ну, бороться? Как-то мы должны выбирать. Мы должны выбирать или мир, или Бог. Те, кто любят мир, они никак не получится с Богом нам быть. Полинка говорит, ты должна каждый раз делать свой выбор, так же, как и я делаю. Мне проще, ну, я все это понимаю, я все это вижу, я не знаю, как мне ей это все объяснить, как ей сказать. И сейчас опять было у родителей, я понимаю, что мне объяснять там бесполезно. Потому что когда я пила каждыми днями, курила, блудила, это все было нормально, они ничего не говорили. Как только я свою жизнь в лучшую сторону поменяла, они просто, они с ума сходят. Меня-то трудно достать, они меня не могут достать. Они начинают через нее. Я переживаю, чтобы Господь ее со мной вел. Пускай даже отдельно, чтобы вел. Но только, чтобы он ее не оставил. Чтобы она все это начала понимать. Бог так устроит, как мы не знаем. И Бог знает, нужный кто-то рядом или не нужен. Мы настраиваем себя на это. А Господь говорит, из всей родни был только один мальчик хороший. И Господь его взял. То есть ему лет семь было, он умер. А остальные все приготовлены в ад. А люди-то рассудили иначе. А он Богу не угонит, Артемий Веркольский-то. А оказалось не так. И пришлось его канонизировать. Вот как Бог делает. Доверься Богу, спокойно перенеси все. И скажи, ты, Господи, дал, ты взял. Я упущения свои признаю, каюсь. А если скажи, ты зачем это будешь иметь-то? Ты делаешься жертвой. Лису погубил хвост. Лису. Потому что охотятся за этим. Тебе назад уже не вернуться никогда. У тебя одна коротенькая жизнь. И таких, как ты, бабочек, на этот свет летит сегодня не две, не три, а много больше. Специально там где-то суицидные комитеты. Дети стреляются, вешаются. Нам это не надо. Ты должна для Бога быть. Ты установил мне авторитет Священного Писания. Так говорит Бог. Посмотрим, что нам Господь Бог скажет. А мнение людей это труха. Писка моража уже не труха. Нет, слова как подобрать мне, чтобы до нее достучаться. Мне надо слова подобрать. Да, я боюсь, чтобы наоборот, чтобы я ее не оттолкнула этим. Одни запреты же у меня пошли. Ну, для нее одни запреты. Я пытаюсь мягко это. Но все равно это запреты. Там такой мир сладкий. Там так хорошо. Там все дозволено, все можно. Я сама это прошла, я знаю. Запишите, где надо что сказать. Якова, 4 глава, 4 стих. Скажи, Полина, давай считай вместе, чтобы она сама считала. Дружба с миром есть вражда против Бога. И такие люди называются прелюбодейцами. То есть она девушка, а ее уже называют проституткой. Это Слово Божие. Мир любит свое и, говори по-мирски, мир его слушает. Не люби мира. Кто любит мир, в том нет любви Отца Небесного. Отчей нету. Ты ей места эти открыла, просчитала. Давай еще раз подумаем. Баба говорит так. Баба умрет. Если она, баба, не покается, она будет отвечать за это. Тебе-то зачем за ней идти? Бог сказал. И тебе это не надо. Здесь какая-то одна шла, знакомая моя. Они стреляли, прям чуть с ушами не оторвали, все сережки и все. Сняли. Ночью. Она цепляет, я цепляю. Да не надо. Рванул я, все прорвало, ухо болтается. И спрашивать никто тебя не будет. Тебе это не надо. У нас, когда сестры идут, как одеты по церковному где-то, ни один, никто, никакого слова не скажет. А эти стоят там до самого... Открыто все. С ними обращаются так. Идут там какие, я не знаю, кто они там, южно-нады, пинают их там, бьют и все. До кого у похожи. И там целый словарь на них готов. А когда такая идет, она молится. Все, сестра... Сестрой называют ее. А то мусульмане головы там режут. Они знают, кому резать. Это бич Божий пришел на нас. Посмотри, как они одеты. Ты до дома дойди так и скажешь. Меня все уже считают какой-то дурой. А у них это все умное. Она честная. Вот он какой, видишь. О, ну-ка. Давай-ка. Разрешает ее гладить только тогда, когда она этого хочет. Ну да. Никоша. Смотри, Вася, смотри. О, смотри. Это Паля наша. Давай. Давай, Паля, иди. Гуляй. Так что будь спокойна. Доверься Богу. Я знаете как, мне проще. Я одела юбку, одела платок. Я пошла, я уже прям защищенная себя чувствую в такой одежде даже. И как это раздражает. Вот тоже я пришла к родине. Ты посмотри на себя, до чего ты докатилась. Я-то, мне прочно. Ты что, в монахи не хочешь? Я вижу, что там объяснять бесполезно. Я даже, я просто оставила все, что там мне поставили на стол, там, ну, покушать. И тут же меня этим грехом. А вот, говорит, ты, а, ты, а, жрать, можно, значит? Я говорю, да, чревогоди. Я говорю, я с этим и борюсь. Тут же мама мне поставила есть, и тут же она говорит о том, что нельзя есть. Ну, как же так? Я говорю, ну, невозможно объяснить. Я даже, я поняла, что не стоит, правда, объяснять. Вы не обижайтесь. Не обижайтесь. Я не обижаюсь. За стол не садись. Вы за собой смотрите. За стол не садись, и все. Я поем дома, мне некогда здесь. Вы уже избежите. Избежите порицания. Никогда нигде не садись. И все. Я вот никогда, за последние 50 лет, я ни разу не сел за стол нигде. Нигде. А зачем мне? Не надо. А вот тут было у нас хорошее бракосочетание. И все спрашивают, а почему вы за стол не сели? Я не сел. И никому не обязан объяснять. Не сел и не сел. Я просто не сажусь. Да. Потому что я не садился, я не говорил, никому не упрека, вообще молчание. Ни одного слова. Я убежала вообще. Выбежала из квартиры. Потому что папа вообще сказал, да где это твой священник, я найду его. А я говорю, что у него там с ногами больные, это я говорю, что его Бог наказал ногами поломанными. А у папы самого сейчас болезнь началась с ногами. И я за него говорю, что ж ты такое говоришь, господи, ну спаси его. Он же ж не видит, он не понимает, что он говорит. Он говорит, что священника Бог наказал, поэтому у него ноги поломаны. А сам с этой же болезнью мучается с ногами. Ему операция грозит, он сейчас без ног останется. Там вообще уже еле ходит, он пять метров не может пройти. Ну как же так, думаю. А ты не думай об этом. Послушай меня внимательно. Не думай совсем. Сотвори молитву, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Дай мне помнить себя. Ты на каждую реакцию никак не отвечай. Не надо. Твори молитву, отче наш про себя читай. Как Серафим Саровский говорит, чтобы ум плавал в Евангелии. На картоночке напиши, начни с пятой главы Евангелия от Матфея. Раз прочитала, они говорят, а ты про себя, Слово Божие, процитируй, Господи, умягчи их сердца. И ты увидишь, как все будет по-другому. У вас отец, как я сказал, на меня сегодня напало 480 человек. Я считаю, конца края нету. Я никому не отвечаю. У меня есть рычаг, он говорит пакость. Я его щелкнул, его больше нету. Он теперь должен заново регистрироваться. Он тут пакость пакости творит. А мы в это время в больнице запись сделаем. И не просто в больнице, а там как церковь сделана еще. Краевая мощнейшая больница. Тут очень хорошее оборудование, там немецкое. И к утру я уже поставлю. И вот весь разговор. Он там за себя ответит. Я за себя отвечу. Да мне легче всего отрубить. Отрубить все общение. Не обращай внимание, только молись. Это проще всего. Но представь, я говорю, на 5000 нападок, на меня, на 5000, я не ответил ни на одну. А зачем? Так это проще. У меня все написано. Считай ролик, считай. Люди, которые считают, как они удивляются. Это сколько надо. Выходящая библиотека. На все вопросы отвечайте. Да никакой, я просто, я люблю Господа, люблю Слово. И все на этом. А почему ему нужно отвечать? Так, когда он говорит злодейство. Исаия говорит, злодеи злодействуют злодейски. И весь сказ. А ты не отвечай, стой на берегу спокойствия. Я вот только что вернулся. Сколько видел больных. Тут что-то его не знаю. То ли приняли, не приняли. Он с мальчиком был. Только вышел из больницы. Анализа еще не прошел. Вышел, упал, умер. Тромбоз. Тромба попала. Ну и все кончилось. Иду, смотрю, такие богатства. И как эти ваучеры, когда продавали. Никто не знал, чем кончится. А куда его девать-то? А кто-то скупал. Теперь раз сахарный завод. Раз у него учебается там. И у вас там Порошенко-то. Откуда они богатство-то имеют-то? А мы ничего не знали. И хорошо, что у нас ничего нету. Я благодарю Бога, что мне Бог дал. Я не понимаю в деньгах ничего совершенно. И у меня все есть. Только подумают. Даже думать не думал. Первую книгу издал. Просто открытым оком. Не написал даже цифру один. Я знал, что она одна. А получилось не одна. Тридцать три. Тридцать три тома. А теперь уже подошел второй, третий. А на первом нету. Дорисовываю теперь. А думал? Никогда не думал. Никогда. Даже сегодня я смотрю на это так отстраненно. Сегодня ушел в другой конец города. Ушел туда и пешком шел. Сколько тут остановок? Наверное, семь. Наверное, автобусные. А теперь вдруг машина. Увезли в другой конец. Пришли опять не туда. Еще дальше надо. А оттуда теперь на автобусе. Я ездил где, видел. И все равно пришлось разговаривать. Кому-то свидетельствовать. Говорить. А сейчас иду я засидели с ноги. То я столько сегодня шел. Сейчас они будут у меня стонать. А это хорошо. Я разогнал маленько. Но сижу целыми... Вот сегодня 15 минут второго ночи. Я уже сижу. И даже не до самого отбоя вечером. Я удивляюсь. Это вообще... Да какие сегодня ролики-то выставили. Ой-ой-ой. Там мы разговаривали с этим... С Сергеем Козловым. Парализованный. Вот сейчас... А я его раньше видела этот ролик. Это старый ролик или... Нет. Ролик вы видели я записывал. А он его сделал в фильм. О чем я говорю. Допустим, мы были в Швеции. Он показывает как в Швеции. Я говорю, там-то были мы... И я говорю, он берет фильмы, которые у нас поставлены. Из них эти кадры берет и вставляет. Ой, там огромная работа проделана. А у меня... А как же начало смотреть? Раньше вроде видела его. Вот, поняла. Черновик. Он поставил, посмотреть-то. А это он так поставил. Я сегодня его прослушал. Там сейчас 40, кажется, или сейчас 20. Ой-ой-ой. Даже со стороны... Я знаю, это наш материал. Он ниоткуда не берет. Кого я говорил, там называл там Полосин, священник. Он его раз туда. Говорил об отце Глебе Иконе, но он его тут же поставил. Понимаете? Одно дело я сказал. Другое дело, когда идет развернутая картина. Он спрашивает, как сегодня дети. А я показываю, я молюсь с ними в ночи. Видно, ночь. И мы молимся. С каждым ребенком отдельно занимаюсь. Я рассказываю, что надо вот так. И тут же он показывает, как я это делаю. Ой-ой-ой. Я посмотрел, Сергей, Сергей, да будь благословен он в Бога. Может, кто-то и обратится. Вот так. Укрепи его. Мы в воскресенье, нам надо было... Это, аппарат не работает, вот это записывают. Перестал работать. Ну и посмотрел, денег нету. Я говорю, а сколько-то может есть там касса, называется, церковный ящик висит-то. Ну все, у нас не надо ни священника, никого, а выделенные сестры. Ну сразу решили посмотреть, сколько там. Думал, не хватит, то другое. Специалист посоветовал половину, там 35 что ли тысяч. И весь сказ, сейчас в воскресенье деньги вернут. Для больных там надо. А этот новый аппарат купили, отдать батюшке, потому что мы его износили. А теперь изношенный, остался у нас. А ему как брали новый, новый и вернули. Мы ничего не делали. Мы же не для себя это делаем. Мне-то самому зачем это? Вы свои разговоры по интернету все с нами видели? Все? Да, да. Ничего не добавлено. И как вот есть, я его тоже поставлю сразу. А может там за следующей неделе будет. Бог любит нас. Ты все время повторяй, как Он меня любит, как терпит. Почему Он меня задержал на этой земле? Бог знает. Мне мама вчера спрашивает, что тебе твой Бог дал? Я так хотела сказать, мама, все. Все. Теперь у меня есть все. Он мне дал тебя в первую очередь, скажи, мама. Я бы не была. Он дал тебе, чтобы утроба твоя могла защищаться. Благодарю Бога. Он тебя мне дал, радость моя, как Серафим Саровский говорил. А остальное Бог усмотрит. Только матери, когда говоришь, не на грубее, чтобы потом не каяться в этом. Поговорила, скажи вам, я побежала. Все. Они меня не слышат. Я даже слова не могу вставить. Не могу слова вставить. Там только... Голос надо записать вам, чтобы потом можно было послушать. Я успеваю хотя бы слово Бог вставлять. Хотя бы слово Бог вставить. Ну что, как там у тебя с деньгами? Я говорю, слава Богу не оставляет. Она, что тебе твой Бог дал? Она не поймет. Она не поймет. А у меня все есть. И ничего нет, и все есть. А надо научиться Майлом пользоваться, за все благодарить. И Бог как-то дает, сам не знаешь как. Не понимаю, откуда берется я. У нас он, Виктор, он уехал во Францию. А у него сестра приехала и дома садила кукурузу. А у нас вечером ничего нет. Она пришла и всем кукурузу раздает. Мы пожевали с хлебом сытые. Я говорю, ну еще посадите побольше кукурузы. А то у нас как-то она не водится. Да. Так. Захотела спросить, а по поводу поездки тоже, как мне действовать, да? Если Сергеем Игнатовым связываться мне само, или может быть ждать от него каких-то... Сами смело говорите. Он вас видит здесь, и можете во время сказать... Я вот как засыпала вопросами, вопросами его засыпала, он бедный. Так он юрист. Вы к нему с вопросами обращайтесь. Скажи, как сделать так? Допустим, он не разрешает муж выехать. Почему? Какая причина? С чем это связано? Я же никуда не уехала. Ну да. Я к нему не могу дозвониться. Ну, так бывает. Может быть, не отвечает, а может быть, где-то не слышит. А человек и думает одно, а его нету. Ну да. Так, а, или все. Так. Да я посмотрел, кто-то зашел еще внизу. А, к вам. А, ко мне там. Да. Ну, да, да. А, вот это что же хочу. По поводу алиментов. Думаю, они же мне какие-то деньги, чтобы вернули, чтобы мне хоть на дорогу было. Ну, я говорю, что молчат. Это я ничего не могу сказать. Как-то все обдумайте так. Тут не совет, ничего не поможет. Реальная обстановка здесь. Молитесь. Мы вас помним, молимся, а остальное дело Божье. Я не знаю. Меня вот когда обманывали, ну как. Они боялись, что я буду говорить слово, коснется людей. И судья объявляет. Через три дня будет заключительный суд. Меня отношит. Приговор будет. И никто не... Люди из городов, там, из других республик прилетели. И они сидят, ждут. А на следующий день пришла только моя мама. У нее сердце материнское. Ей говорят, мама, даже объявили, что только через два дня будет на третий день там. Она говорит, нет, дети, сидите. А я пойду. И она у меня в зале сидела одна. Меня вывели, никого нет, а мама сидит. Вот как Бог делает. Так что, когда мы Богу доверяемся, у нас на душе легко. Ну, ясное дело, сердце заволновалось, потому что такая пакость, ложное обвинение. Да могу ли я повлиять? Никак. Им нужно меня сломать. Ну да. А как я могу? Я молюсь, Господи. Умягчи сердца их, умягчи противников этих. И не помяни им этого безумия. Они не знают, что творят худо. И сразу легко, и я заснул. А так до утра бы маялся, да сказал, да не сказал, да как сказать? Никак. Зачем отвечать? Мы молимся, и Бог положит ему на сердце. Он сам будет искать. У меня одна, когда был суд, она выступала, я говорил против. А потом пришло время, она сама пришла к нам сюда, и давай просить прощения, плакала, и мы поцеловались, и все. Бог так сделал. Она говорит, мне 16 лет было, родители меня натравили, а я ничего не знаю. Я говорил, а сама ничего не видела. Я говорю, а твои слова никак не повлияли на мою участь. У них уже заранее было все это предсказано. Ну, намечено. И раз намечено, то и они сделают, осудят. Все это позади. Я вот здесь сейчас сижу, иди молимся, два домика. Это все я получил в возмещении, ущерба, который мне нанесли. Суд шел, я его выиграл, и теперь надо возвращать, а у них нету. Они все разворовали, там видно. Ну, и вот так суд решил. А дальше вот территория 13 соток, им два дома. И сухо, бывает где-то там на болоте, а здесь очень сухо, рядом опи, но очень хорошее место. Бабушкам легко доходить. А ты думал об этом? В 56-м году. Конечно, нет. Я ничего не знал. Мне было тяжело. Как так? У меня такое дело было. Крутится 15 магнитофонов. Я готовлю, отсылаю. И вдруг вот, все отрезано. Как будто ничего не было. Теперь я начал молиться. И вдруг, вместо, сколько-то, раз, два, три, четыре. Через пять месяцев взрывается Чернобыль. А я подумал, у меня вы отняли на, там, на сколько, 100 тысяч-то? А у вас тут на 100 миллиардов теперь ущерб. Сколько людей погибло? Это же сегодня годовщина Чернобыля. Пожарники там, они кинулись туда-то, оттуда все до одного умерли. Никого нету. Яд. Он с человека всего сразу прошивает. Ну, я просто сказал так, что Богу доверяйся. И все. Вот сегодня, конечно, мне огорчительно было. В другой конец города уйти. У меня ни транспорта, ни че. Он пешком ушел. И вдруг теперь второй раз звонит. Да я говорила. Ну, говорила я, переспросил. Городской нет. Говорит, я сказала, краевой. Я говорю, тут напротив библиотеки. Я же уточнял. А это-то все за городом. Как же вы так? Сегодня выходим из больницы. Стоим у входа. А там выход-то не один, а еще где-то. Они пошли за одеждой, а я стою. Я одежду не отдал, с собой носил. Жду, жду, пять-десять минут. Нет, нет. Я решил тогда идти туда, на улицу выйти. Вышел, они стоят. А как же вы стоите? Это меня оставили-то. Вы меня оставили около дверей. Я думаю, ну, мимо пойдете и пойдем. Я боюсь отойти, чтобы вы меня не искали. А получается, я покинутый. Ну, давай, да как же так? Вот эта женщина тайна. Женщина всегда тайна. Почему? А она неожиданно вот сделала, ушла и все. А я стою и не знаю, идти, не идти. Все, я несколько раз натолкнулся. Женщина какая-то таинственная. Да она таинственная, глупая. Она сказала и забыла. Таинственная. Как один говорит, ой, глаза там, глубокие озера. Я говорю, это озеро я мизинцем дно достану. Начинает говорить. А потом бросит бедная пурхайся с ребятишками одна. А под старость приполз, говорит. И они его не приняли. У нас в деревне было такое. Надо быть предельно четким. Сказал, да-да, а нет, значит нет. А что сверх того, от лукавого. И все время, когда ты размышляешь об этом, на душе легко. Так Бог устроил. Вот так. Я не спрашиваю, что вы против, не против. Мы договорились, что вы не против, что выставляется всегда, да? Да. Но вы же контролируете, чтобы никому не повредило то, что я там говорю. Мы ни о чем частном не говорим. Мы говорим о деле, а люди смотрят на это. Я не за себя переживаю. Да, учатся, смотрят как. Вот такой вопрос. Мы как, допустим, мама ваша прослушала. Что мы сказали? Маму бросай, наоборот, будь кроткая, как дочь. Внимательно, лишнего слова не скажи. Разве матери это вредно будет прослушать? А ты так и поступаешь. Да многие матери позавидовали бы, скажут. А меня вон выбросили, в дом престарелых отдали. Я в окошко смотрю, плачу. Мы говорим, как по-христиански это сделать надо. По-христиански это значит по-божески, по любви. Чти отца и мать. Не просто, что чти. Почтение окажи ей. А за ней не иди. Не огорчай, ничего не отвечай. Ты скажи, дружба с миром есть вражда против Бога. Всё. И больше ничего не говори. А пусть теперь она разбирается. Это Яков пусть ей разбирается, а не я. Она нападёт, если так написано. На меня тут один обиделся, что я сказал, назвал свинья, там по-другому. Господь говорит, не бросайте жемчуга свиньям и псам. Псы это не верующие, а свиньи это мы. Верующие, которые живут как свиньи. Весь сказ. Но если ничего нет, то всё тогда, да? Он поле пришла. Хорошо. Да. Полин, иди поздоровайся. Тоже внешний вид, в школу ходят, в штанах. Да ходи, поздоровайся. Игнат Тихонович. Добрый день, Поленька. Здравствуйте. Ты видела в прошлый раз, где мы разговаривали этот ролик? Вы видели, нет? Ролик в прошлый раз. Когда мы в прошлый раз разговаривали, он выставлен. Вот так же вы двое вместе. Я не слышу. А, она же не слышит, что вы говорите. А почему? А, ну ладно тогда, всё. Ты ей скажешь, что. Разговор был хороший, да благословит вас Бог. Всё на этом. Храни тебя Господь, детка. Да. С Богом. Слава Христе. Слава Христе.